Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я совершенно случайно обнаружил нечто интересное, когда искал новую тему для нового выпуска. Немного расследования и детектива не помешает, не так ли? Начнем с того, что мексиканская фондовая биржа, которая имеет криптовалютное подразделение, запускает механизм сжигания токенов Terra Luna Classic. Это первая луна, если что. Они уже, как видно на этом скриншоте, начали сжигать токены Luna Classic, что безусловно благотворно повлияет на ее курс на длинной дистанции. Обычные пользователи помогают сжигать токены Luna. Это происходит прямо сейчас на наших глазах, практически каждый день. На сайте LunaBurner мы можем наблюдать, что таким образом люди сожгли уже 810 миллионов токенов. Причем, когда я начал писать сценарий, это было только 800 миллионов токенов. И люди продолжают их сжигать. Конечно, на фоне 6,5 триллионов токенов Terra Luna Classic, 800 миллионов не так уж и много, но это ведь только лишь начало. Скоро уже будет сожжено 1 миллиард токенов. Но чтобы радикально повлиять на курс Terra Luna Classic, нужно сжечь не меньше триллиона токенов. И вот здесь есть кое-что гораздо, гораздо интереснее и кое-что, что может намного сильнее и быстрее повлиять на курс Terra Luna Classic. Интересный вопрос. Как связаны Binance и Terra Luna Classic? Возможно ли то, что Binance готов тайно сжечь больше триллиона токенов Луны? Ведь они достаточно успешно сжигают собственные токены BNB. Уже 15 раз они это сделали с Binance Coin. И если они проделают то же самое с Terra Luna Classic, представь, что будет с ее курсом. Интересное расследование на эту тему провел криптотрейдер HappyCat Crypto. Об этом почему-то совсем мало говорят, и у него всего лишь 34 лайка. Но я надеюсь, что благодаря мне об этом узнает больше людей. HappyCat Crypto обнаружил целую сеть криптовалютных кошельков, которые связаны с главным кошельком Binance. По словам трейдера, в этой паутине адресов теряется около 1 триллиона монет Луны Classic, которые Binance готов сжигать. Да, может быть такая потенциальная возможность. Давай попробуем разобраться в этом хитросплетении и в этой паутине адресов и транзакций. На самом деле все достаточно просто. Как ты видишь, есть 8 кошельков, которые обозначены зеленым. Эти кошельки получили 1 триллион монет Луны Classic. Здесь множество транзакций с разным количеством Луны, которые вместе и сложились в этот 1 триллион токенов. Если мы проследим, то увидим, что монеты идут по кругу. Это обозначено черными стрелками. Выходит, что эти зеленые кошельки выступают в качестве мостов для 1 триллиона токенов Terra Classic, которые бегают в бесконечном круговом цикле. Но каждый раз, когда монеты проходят этот круговой цикл, некоторая их часть остается в кошельке красного цвета. Вот здесь. Этот красный кошелек взаимодействует только с шестью кошельками, которые на минуточку являются самыми крупными сжигателями токенов Terra Luna. Ну, конечно же, это только совпадение, да? Фактически с этого красного кошелька токены Terra Classic Luna отправляются на кошельки, которые их сжигают. Как я понимаю, этот красный кошелек является финальным в этой схеме, который отправляет токены уже на сжигание. Также мы видим, что большая часть токенов уходит снова в первый зеленый кошелек, как мы видим по вот этой черной стрелке, который снова стартует всю эту круговую схему. То есть токены находятся в постоянном обороте и никогда не задерживаются ни на одном из кошельков. Но при окончании круговой схемы часть их оседает в красном кошельке, откуда расходится на шесть сжигающих кошельков. Все остальные токены продолжают движение по кругу. Это приводит к тому, что ни один кошелек в этой схеме не показывает конкретный баланс токенов, как будто кто-то хочет запутать следы. При этом главный адрес Binance, как мы видим, находится прямо в центре этой паутины. Он обозначен вот этим черным кружком. И я нашел этот главный адрес Binance. Вот он. Я скопировал его и вставил на сайт Terra Engineer. Мы видим, что этот кошелек называется Binance Main Withdrawal. И на нем находится огромное количество токенов Luna. Мы замечаем здесь очень интересную вещь. Мы видим, что в какой-то момент с баланса этого кошелька пропало больше триллиона монет Terra Luna Classic. Очевидно, этот триллион монет угодил в эту круговую схему. Другого объяснения просто-напросто нет. Это и подтверждает эту схему. Очевидно, что этот триллион монет заблудился в этой паутине и теперь повторяет ее бесконечно, пока все эти монеты не осядут в красном кошельке. Откуда они уходят на 6 адресов, которые являются крупнейшими сжигателями монет Terra Luna Classic. Я не хочу утверждать, что все это правда, но выглядит это так, будто Binance тайно собирается сжечь 1 триллион монет Луны. Причем сделать это не моментально, а на протяжении какого-то времени, пока не закончатся все эти монеты в этой круговой схеме. Учитывая, что сейчас предложение Terra Classic 6,5 триллионов монет, а Binance собирается сжечь 1 триллион монет, выходит, что одна из крупнейших криптовалютных бирж собирается сжечь больше 15% предложения Terra Luna, что, конечно же, приведет к росту ее цены. Ты можешь резонно задаться вопросом, а почему Binance не объявит об этом официально и не сожжет эти токены напрямую? Зачем эта схема? Зачем так заморачиваться? Запомни, хотя криптовалюты технически не регулируются в большинстве стран мира, это не означает, что сейчас или в будущем Binance не смогут привлечь за рыночные манипуляции. О сжигании кучи монет цифрового актива напрямую влияет на курс этого актива. При этом, если об этом официально заявит лицо, у которого 6,5 миллионов подписчиков в Твиттере, как мы видим, это уже будет считаться масштабной рыночной манипуляцией, за что регулятор может привлечь к ответственности. Поэтому ими приходится выдумывать такие хитрые схемы. Но это только лишь мое мнение, а не факт. Согласен ли ты с этим? Напиши в комментариях. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы каждый день говорим про криптовалюту, экономику и финансовый мир. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok